Добрый вечер всем! Фонд Бет Кубок России. Путь Российской Премьер Лиги. Ростов-Арена в Ростове-на-Дону. Сегодня в четвертом туре в группе Б. Этого самого пути Российской Премьер Лиги местный Ростов встречается с Оренбургом. Часто играют друг с другом эти клубы. Сегодня отличные условия для того, чтобы встретиться снова. 23 градуса. До сих пор вечером тепло и приветливо. Погода ростовская. Болельщики ростовские гостеприимны и творчески изощрены. Посмотрите, они подготовили какой интересный транспарант. Когда развернут полностью мы обязательно увидим. Тренер вратарей. Вот момент еще один для него. Прекрасный момент Адоевского. Потрясающий совершенно момент и плохой момент Артема Касимова, который не смог забить. Здесь, может быть, они пока не чувствуют полной поддержки трибун. Еще не успели собраться зрители. Выскакивает Чернов. Пытается сыграть головой и, очевидно, попадает мяч ему в руку. Видите, как рука неестественна. После просмотра решение изменено. Игрок номер 28 играет рукой в своей штрафной площади. Пенальти. Бьет Марин. Бьет достаточно бесхитростно, на мой взгляд. Просто низом. И если бы Адоевский задержался, реагировал бы на удар, он, как мне кажется, имел бы шансы этот мяч отразить. Но это гол. Оренбург выходит вперед. Выдергиваться на интервью волнительно? Да в целом нет. Но волнительно больше за команду. Переживаем. Потому что давно не было полкобед. Так скажем. И хочется победить. Конечно, переживаем все. И в следующем туре ближайшем игра с прямым конкурентом. Химками. Но, внимание, момент для Химии Марина. Или для Адоевского. Я думаю, что второй вариант ответа более правильный. Адоевский уже вытащил два очень сложных удара от Касимова и Марина. Томас Муру вместе с ним в центре. Голенков здорово развернулся. Классный гол. Гол. Классика для центрального нападающего. Но как же быстро развернулся. Это все решает. И, посмотрите, как отсутствие быстрой реакции эмоциональной. Это тоже стиль Валерия Карпина. Спокойные такие, сглаженные. Реакции на происходящее. Хотя трудно было, наверное, удержаться здесь вот эмоционального проявления. И тоже из аута. Вот здесь перехват Хорена Байрамяна. Как он здорово почувствовал, куда мяч пойдет. Пока сам идет Байрамян. Передача Сутурмину. И удар Алексея. Добивание Байрамяна. Это Москвичев. Еще одно добивание. Не попадает в ворота Данил Глебов. Вот момент, где Ростов, скажу так, должен был вперед выходить по счету. Но ни один из ударов не достиг цели. Классный перехват Байрамяна. Глебов. Пал в штрафную площадь. Галенков сделал передачу Шетинин, но тут не успел мяч остановить. Шетинин. Удар Сутурмина. Даже без подготовки. Без особенного замаха. Алексей мог бы вполне уложить этот мяч в сетку ворот. Вообще говоря, конечно, вот звучит свистокный перерыв. Концовка тайма осталась за Ростовом. Ян Бобровский, главный судья этого матча. Он сегодня празднует 35-й день рождения. И, конечно, не свечу на торт задувал, а давал свисток о начале второго тайма. Гюрлёк. Холостная передача. И это Дмитрий Рыбчинский. Мяч уже был внизу, а Доевский вряд ли мог бы как-то помешать. С другой стороны, заполнять трибуны в Кубковых игр попроще, потому что здесь нет паспорт болельщика. Не требуется он. А сейчас отличный момент, чтобы забить в ворот Оренбурга. Это делает Сутармин. И вот как это расценивать? Отпраздновал гол в ворот Оренбурга или сдержал себя? Я бы сказал так. Отпраздновал, сдержан. А на поле выйдет сейчас Роналду. Основной забивала Ростова в этом сезоне. Пока мы смотрим повтор гола. Здесь положения вне игры нет. Передача Данила Глебова. Голенков коснулся мяча. Это голевая передача. Коснулся. Коснулся мяча Егор Голенков. 24 тысячи четыре зрителя болеют за Ростов. Удар. Перекладину. Это был Кирилл Щетинин. Два очень хороших удара он нанес в этом матче. В первом тайме заставил. Нарушение на Воланговича было зафиксировано. Штрафной был назначен. И гол! С этого штрафного забивает Роналду! Ну, сильнейший удар, которому просто нечего было противопоставить. Да, москвичок реагирует на одиннадцатиметровые удары. Умеет их отражать. Но здесь Роналду попал, видимо, с двойника, с полулета. На радость своей семье. Нет, даже с летящего мяча. Не соцкока от газона, а просто по летящему мячу пробил Роналду. И делает он счет 3-1. А Кирилл Щетинин записывает на свой счет голевую передачу. Но, если вернуться к Лонговичу, это ведь он заработал штрафной. Увидели яркий матч. Может быть, еще не все голы мы видели. Ну и Богдан Москвичев. Красавец-вратарь. В этой атаке он остановил центрального защитника соперника. Максим Осипенков. 9 очков. Мы благодарим вас, Ростовчане, обыграли Оренбург в этом сезоне в обоих кубковых матчах. Мы ждем вас 22 сентября. Ну и победили уже в домашнем матче Премьер-лиге. С ярким счетом 3-2. Это было совсем недавно. 17 августа. Сутарлин. Это он сегодня забил. Победный мяч, так получается, ворота своей бывшей команды. Он один из главных героев этой игры. Но забил сегодня Пероналду, забил сегодня Галенков. Три разных футболиста в составе Ростова отметились совсем разными по исполнению мячами. Каждый из них был красив. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова